Очень важный момент. Бессмысленно заниматься освоением подмассами, если вам систематически приходится делать гадкие вещи. Что называю гадкими вещами в данном случае? Очень хорошо сформулировал модель поведения йога мудрец Патанджали, который записал так называемые яму и не яму. Забейте в интернет два слова. Яма и не яма. Причем, как русскому человеку, вам, наверное, на слух уже как-то с ямой все понятно. Потому что что называют ямой? То, куда можно, в принципе, попасть. И потом, в принципе, очень долго оттуда вылазить. Понятно? Есть предположение, что как раз-таки это слово используется, чтобы Патанджали говорил на языке, который близок к русскому языку. Ну, а если вы еще не знаете, то санскрит, который считается основой йоги, он очень близок к русскому языку. Если не хотите мне верить на слово, то забейте в интернет, пожалуйста. Да, можете даже не забиваться. Зайти на нашем сайте. У нас в разделе. Не знаешь, Гером, винической культуре в йоге. Винической культуре. Арктическая родина в ведах называется. Автор Тилак. Это индийский автор. Книжка называется Арктическая родина в ведах. Вот почитайте то, что этот человек говорит о том, откуда произошла йога и так далее. Или же Дурга Прасад Шастер. Ну, короче, на нашем сайте в разделе «Виническая культура» там много этих материалов. Если почитаете, вы о русском языке больше узнаете значительно. Но основа именно «яма-нияма». Почему я вам на этом акцент сделал? Подразумевается, что «яма-нияма» – это то, что человеку, который стал на путь йоги, не рекомендуется делать. То есть, воздерживайся от этого, не делай этого. То «нияма» наоборот, это еще более трудно. Здесь не просто воздерживайся, а культивируй в себе эти качества. Культивируй в себе позитивные качества. Только в том случае, если вы будете придерживаться по жизни «яма-ниямы», вам имеет смысл вообще заниматься йогой или внутренними какими-то процессами, осваивать подмассану и так далее. Потому что если в жизни вам приходится регулярно совершать какие-то непотребные вещи и причинять страдания другим, у вас будут регулярно проблемы с подмассанами. Помните, я вам говорил, что по вашей карме есть такая теория, у вас, допустим, определенное количество килограмм боли, которые вам суждено пережить. Если вы делаете негативные поступки по отношению к другим живым существам, на самом деле вы делаете негативные поступки по отношению к самому себе. С этой точки зрения… Ну ладно, не буду, это вот совсем далеко тогда мы уйдем, и вам будет сложно понять. Поэтому, если вы кому-то причиняете какие-то проблемы, эти проблемы автоматически отражаются в вашем теле. Ясно ли? Приведу примитивный пример, извините. Если на вашей лестничной клетке живет кот, который, извините, гадит, и когда-то, выходя из подъезда, вы увидели этого любимого кота своего, вы же можете по-разному к нему отнестись, правильно? Так вот, причинив даже боль этому коту или сказав какие-то нехорошие слова, вы усложните себе под маслом. Это взаимосвязано. Я уже не говорю про то, что вы будете причинять страдания другим людям. В этом мире действительно все взаимосвязано. Пожалуйста, имейте в виду, весь мир как таковой, он является проявлением одного целого. Но из-за того, что это одно целое стало маленькими частностями, то все люди или там все другие живые существа, они думают, что они особенные. То есть оно или этот человек есть личность, а другой человек – это другая личность. Но если посмотреть глубже, то это одно и целое, но с разным жизненным опытом. Вот почему, делая проблемы кому-то, вы на самом деле делаете проблемы себе. Понятно? Соответственно, к подмассане стоит подходить только тому человеку, кто более-менее по своей карме может придерживаться определенной праведной жизни. Или, как говорили на Руси в древности, живи по совести в ладу с природой. То есть не вреди природе и постарайся гармонично жить тем социальным кругом, в котором ты находишься. Или другая присказка, которая имеет к йоге прямое отношение по сути, не по словам, а по сути именно. Это не делает другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Тогда тоже вы будете в гармонии жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова